вышел я в эфир потому что в очередной раз мои друзья а точнее один из друзей подсказал тему для передачи тем очень интересно что же такое дружба некоторые имеют представление о том что дружба она складывается по интересам ну у простолюдинов действительно дружба она всегда складывается по интересу у простолюдинов и у рабов есть друзья есть враги например если вы алкоголик то вашим другом будет другой алкоголик с кем вы можете вместе заложить заворотник а если вы страдалец ну например неуверенный в себе какой-нибудь человек который с детства подвергался так сказать насилию со стороны родителей а потом деспотичная жена руководит вами то безусловно конечно же вы будете искать таких же с кем можно обсудить пожаловаться посопливиться пообсуждать нет над кем еще можно вознестись немножко чтобы почувствовать свою значимость безусловно все подобные действия ничто иное как иллюзия ни о какой дружбе здесь речи и быть не может это временно будничество при по интересам ну что же такое тогда настоящая дружба в моем понимании я безусловно не навязываю свое понимание совершенно никому дружба это состояние то есть как вы относитесь к миру и его отдельно взятым элементам я достаточно часто говорю что все являются моими друзьями даже те кто не проявляет дружественности даже даже для тех кто считает меня своим врагом есть и такие но почему это происходит как же это возможно дело в том что в моем понимании дружба это не что иное как открытое отношение индивидуума как возможность говорить правду этому человеку или людину открыто в лицо так как оно есть не стесняясь никаких мнений которые по этому поводу могут возникнуть это действительно является актом дружбы потому что всякий кто лицемерит и лжет вам делает вас еще хуже они являются в вашими врагами вот все что можно сказать по этому поводу это очень просто дружба это абсолютная открытость и честность в отношениях даже если это открытость и честность с другой стороны приводит к каким-то неприятным эмоциям безусловно тому кто находится в рабском состоянии неприятно слушать некоторые вещи но никто же вам не скажет больше кроме того кто способен это сделать а способен сделать только тот кто абсолютно никак не зависим ни от каких суждений и как о нем подумают тоже совершенно никак не думал таких просто нет врагов у разумного человека врагов нет есть участники жизни и они все являются друзьями еще раз говорю и в том числе те которые этого человека не считают другом это никакого значения абсолютным еще одна интересная тема которая сегодня можно обсудить развить поговорить когда кто-либо заявляет вам о существовании проблемы у вас например кто-то берет и говорит у вас говорит есть проблем ты не важно какая это не имеет значения на самом деле эта проблема существует именно у говорящего он высказывает свою проблему интерполируя эту проблему на другого индивидуума причем никто не может знать доподлинно поэтому выносить суждение относительно другого человека хороший он плохой он есть у него проблемы нет у него проблем это признак рабского состояния ума и бесконечной глупости того кто это делал поэтому не судите и никогда не будете судить индивидууму свойственно обсуждать осуждать самого себя почему люди осуждают других людей они осуждают не других людей они осуждают себя они рассказывают именно о своих сложностях психологических о том что они идентифицируют как проблему дело в том что проблем вообще не существует нету проблем есть задачи что такое проблема проблема это задача которая возведена в статус проблемы посредством страхов того кто идентифицирует эту задачу как проблему то есть это важная задача со страхом вот что такое проблема понимаете вся разница дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание в нашей жизни существует только задачи успешно задачи решаются теми кто решает эти задачи без страха если индивидуум пребывает в страхе то он не может долго находиться в этом состоянии и страх приводит также и к самоуничижению и страх приводит к тем пагубным последствиям которые мы называем алкоголизм в первую очередь кто-то конечно пьет алкоголь кто-то потребляет другие вещества там наркотики например колит или нюхает кто-то может быть смотрит сериалы с утра до вечера а кто-то играет в компьютерные игры кто-то с утра до вечера тягает штанги кто-то ходит по магазинам любая привязанность любая привязанность которая существует у человека является наркотиком наркотик предназначен для того чтобы облегчить состояние внутреннего осмысления своего состояния и самоуничижение откуда возникает самоуничижение в сравнительных формах это порождается люди смотрят на других говорят почему я такое ничтожество почему бог дал ваське почему бог не дал мне почему бог дал хорошие в жопу и сиськи и мужа и детей квартиру дуське мне не дал вот отсюда большинство всех сложностей у индивидуумов и возникает люди недовольны своим состоянием при всем при этом даже если вы думаете о том что у дуське все замечательно и все хорошо дуська смотрит на к примеру там марфуську а у марфуськи еще лучше чем дуськи дуська тоже недовольна марфуська тоже найдет на кого посмотреть на какую-нибудь пампуську еще там посмотрим да и тоже недовольна вот это вот вся бесконечная зависимость сравнительных форм повергает основную массу людинов в состоянии само неудовлетворения что в конечном итоге приводит к тому что людина начинает обвинять других в собственность и собственной несостоятельности для того чтобы повысить хоть как-то собственное реноме то есть ну хоть как-то нужно плюнуть в сторону того как вам рассказал по поводу того что с вами происходит потому что это слышно приятно людина и так знает что это неприятно слышно тут еще находится какая-то морда в очках да которая там вот сидит и еще все это очередной раз повторяет и так с утра до вечера алкоголем заливаешь так сказать печень портишь постоянно для того чтобы отвлечься от этих гнусных мыслей почему собственно вот так все нехорошо происходит да и деньги не радуют и деньги не являются причиной радости деньги в большинстве случаев являются причиной очень большой печали особенно для тех кто вот сидит на стакане они же не просто так на стакане все очень просто поэтому дорогие друзья здесь необходимо простое понимание дружественность это необходимость и это возможность индивидууму общаться с этим миром и с его элементами на основе открытых суждений без какого-либо искажения фактов безусловно мы видим что многие после этого говорят да какой-то мне друг кучу говна наговорил вот я там понял для себя что я такой и сикой и крик что вот не есть над чем над собой потрудиться а настоящий друг похлопает под кличу а и скажут ну петрович горит на 1 нормально дай по стакану мы тоже хорошие да вот поэтому вот не переживай все будет хорошо все будет хорошо все будет хорошо верка сердечка поет видеть кого-то кто любит песни яркой сердечки знаете о том что из себя представляет этот человек рабам также свойственно пучковаться еще то есть рабы же в неудовлетворении собой пребывают даже по разным причинам поэтому разные рабы могут проявлять солидарность они ищут некие мнимые опасности кругом они объединяются супротив этих опасностей и страдают в этом до бесконечности потому что до их мозгов на сегодняшний день к сожалению а можете к радости не доходит то что всем управляет великий архитектор вселенной всем управляет бог он смотрит через все глаза и взаимодействует всеми устами друг с другом если тушка которая исполняет роль носителя до индивидуальности со своим умом а ум это процессор до этой тушки и до процессора ума совершенно не доходит зачем в его жизни происходят такие разные не очень приятные ситуации что эти ситуации для чего не предназначен чему они учат что они призывают изменить и в первую очередь в отношении к себе не кому-то там снаружи меняет отношение необходимо исключительно к себе все остальное особого значения не имеет значение отношения к себе вот тогда человек отставляет в сторону стакан тогда он выбрасывает сигарету тогда он слезает с наркотиков ему это становится не нужно до той поры пока индивидуум не самоидентифицироваться до той поры пока людям не начал превращаться в человеку он будет глушить свое сознание чем угодно лишь бы только не пребывать в состоянии вот этих негативных мыслей которые наползают как волны в приборе наползают на берег захлестывают и от этого становится совершенно невозможно жить хочется повеситься или залить чем-то себя чтобы просто перестать об этом думать это неверное решение верным решением является разобраться в этом детально и после этого изменить еще раз говорю в первую очередь отношение к себе потому что после изменения отношения к себе будет меняться и отношение к этому миру будет меняться отношение к другим участникам жизненного движения мы все тут в одном котелке находимся мы все сделаны из бога все уста говорят его словами как это не странно звучит но тем не менее это так за 7 дорогие друзья я благодарю всех кто присоединился к нашему прямому эфиру сегодня здесь и сейчас пару слов по поводу дружбы я понимаю что многим на сегодняшний день просто непонятно что такое дружба потому что сидят 2 ты меня уже ты мне друг а эти все пидорасы круга не друзья давай еще по 1 или там два других горит в домино или еще где-нибудь в клубе там встречаются и жалуются друг другу на своих жен говорит вот такая вот она сякая а вот дуська из публичного дома горит с такими сиськами и жопы вот быть с ней проблем нету пришел горит а в этой грузины дома горит то голова болит то жопа болит тем не довольна иди горит работой а ты так не то сделал это не не так сделал разбил там какую-то вещи в доме там уронил какую-то вещь для неважно даже если это ваша вещь вот все тут сразу оп 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 иди сюда мой хороший иди сюда сейчас я тебе объясню как надо жить вот такие же конечно такие мужчины им очень сложно в жизни тем не менее у них есть возможность изменить свое отношение и понять то есть проявить себя как мужчину это не значит пытаться возвыситься над каким-то другим мужчиной да это значит изменить свое отношение к себе в первую очередь очень сложно поменять детский импринт особенно те которые с молоком матери с действиями матери вложены в сознание еще маленького ребенка и они прописываются до глубокой старости например мою девяносто четырехлетнюю матушку пугала мама свое время она говорила говорила галя если не будешь делать то что я тебе говорю и брошусь под трамвай или иду утоплюсь в яузе и вот это прописалось в сознании моей матери настолько плотно что она этой формулой пользуется до сих пор понимаете девяносто четыре года она использует эту модель периодически для того чтобы на нее обратили внимание безусловно она понимает когда есть не разговариваю по этому поводу без ура случается понимание приходит но для девяносто четырех лет не только это достаточно сложно тем не менее нет ничего невозможного поэтому если вы намерен сделать свою жизнь счастливой намеренно слезть со стакана намеренно избавиться от самоуничижения даже если вы никому об этом не рассказываете вы что думаете этого не видно что ли все это видно разумному человеку вы видны просто вот как промокашка которую в масло опустили вот и все и боженька создает различные жизненные ситуации для того чтобы отвязать вас от ваших страхов дорогие мои все друзья просто многие этого не понимают и почему-то думают о том что дружба это нечто иное я вот сегодня постарался рассказать что в моем понимании дружба хотите берите не хотите мне без разницы считаете ли вы меня своим другом или считаете ли вы меня своим врагом или вы меня вообще никем не считаете меня это абсолютно и никак не интересует по одной простой причине мне достаточно того что я считаю вас своим другом и это дружба заключается не в том чтобы сесть за столом посудачить там а пожаловаться друг другу побухать налить стакан пожрать там или еще потрахать каких-нибудь телочек там ну вот в случае если муж мужское тело да если женское значит там другие развлечения есть смысл вы понимаете поэтому здесь всего лишь требуется честность открытость осознанность и независимость и желание рассказать другому все то что необходимо только в случае если конечно не спрашивают поэтому если бы сегодня запроса не было не было бы этой передачи поэтому я поблагодарю до новых встреч дорогие друзья пока здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание